На факты и цифры сегодня разложили 2022 год на заседании в Доме правительства. Детально остановились на социально-экономическом развитии региона. Как и ожидалось, не без оснований. Последствия беспретендентных санкций ударили по экономике Чувашии. Но она устояла. Показатели по ряду ключевых отраслей выглядят неплохо. Позитивная динамика в сельском хозяйстве, строительстве. В 2022 году в эксплуатацию введено на 20% квадратных метров жилья больше, чем за аналогичный период 2021-го. Инфляция незначительно превышает средний уровень по России. Предприятия наращивают производство, увеличивается контрактация, развивается туризм. Во внешней же экономике произошел спад. Внешнеторговый оборот упал почти на 20%. Сейчас приходится заново выстраивать систему внешнеэкономических связей с учетом ориентации на дружественные страны. Перспективные задачи сохранения рабочих мест, поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, обеспечения финансовой и ценовой стабильности. Глава Чувашия попросил ответственнее относиться к освоению бюджетных средств. Надо провести детальный анализ, почему не были реализованы некоторые проекты инициативного бюджетирования в прошлом году. Есть факты, когда также в декабре отказывались, а по некоторым объектам даже не планировали реализовывать. То есть не проводились никакие мероприятия в течение года по реализации тех или иных проектов, которые инициированы гражданами. Коллеги, это вообще недопустимо. Я прошу по каждому инициативному проекту, который не реализован, в 2020 году провести детальный анализ.